Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги вам расскажут. Казахстан отмечает Курбанайт. Праздник Курбан, жертвоприношение, это как раз устанавливает дружбу и симпатию между бедными и богатыми. В Карагандинскую церковь привезли фрагмент креста, на котором был распят Иисус. Ну и с другой стороны, сам крест Господень для нас есть вид из того, что это события действительно были, не есть некие вымыселы, как некоторые люди считают, что Иисус Христа не было мифологической личности. Вроде бы Китая, легендарных гераклов. Крупную партию марихуаны изъяли у жителя Нуринского района. Казахстан отмечает Курбанайт. В первый день праздника жертвоприношения областную центральную мечеть посетил Аким Карагандинского региона Баужан Абдишев. На праздничный намаз в мечети собрались более 7 тысяч мусульман. Главный имам мечети прочитал перед собравшимися праздничную проповедь. Затем поздравил с Курбанайтом глава региона Баужан Абдишев. Я искренне хочу вам пожелать здоровья каждой вашей семьи благополучия. Помогайте малоимущим, берегите родных и близких. Давайте жить в единстве, берегите нашу единственность, нашу приемственность, нашу независимость. Каждый из вас этим действием нужен большой вклад в укрепление недельния этого единства. После молитвы часть верующих отправилась совершать жертвоприношение. Считается, что мусульманин, который в Курбанайт с молитвой зарезал жертвенное животное, на год приносит удачу и благополучие своей семье. В этом году для обряда в Караганде выделили площадку возле мясоперерабатывающего завода «Аракийзет». Праздник Курбан жертвоприношения – это как раз устанавливать дружбу и симпатию между бедными и богатыми. В этот день радуются и бедные, и богатые. Богатые радуются, что они дожили до такого дня и имеют такую огромную возможность принести ради Всевышнего Аллаха жертвоприношение и иметь возможность раздать и малоимущим, тем самым видеть, как радуются малоимущие. Вместе со всеми и первый Карагандинский впервые среди средств массовой информации региона выполнил главное предназначение религиозного обряда – помощь неимущим и немощным. Священный праздник сотрудники Первого Карагандинского посетили более десяти малоимущих семей. Сегодня съемочные группы разъезжаются не для поиска интересных репортажей. Сегодня их миссия волнительна и для многих неожиданна. Рядом с нами живут люди, которым требуется помощь. Об этом рассказываем и мы, журналисты Первого Карагандинского. Но реально оказать помощь оказывается совсем другое дело. Скажем, Фарида Абекмагометова, мать троих детей, воспитывает их одна. К ней впервые с поздравлениями в святой день приехали журналисты. Неожиданная радость. Поздравляю Первый Карагандинский канал с десятилетием. Желаю вам всего самого наилучшего, процветания. Мы всегда смотрим ваш канал с удовольствием, чтобы было побольше интересных, хороших передач. Ну и всего, всем всего самого наилучшего. Спасибо за внимание, оказанное нам. Я, правда, не ожидала. Многодетные матери, инвалиды, пенсионеры, сироты оказались в зоне внимания нашего канала. Казалось, маленькая забота. Но какой отклик в душах людей она имеет. Мы решили приехать вас поздравить в канун праздника. Вот мясо вам. Спасибо большое. Вот коробку с шоколадом. Спасибо большое. Поздравляю вас тоже с праздником, с десятилетиями. Желаю удачи. И, как всегда, показываю хорошие фильмы и все остальное. В швейном цехе городского общества инвалидов мы нашли Ольгу Рентовскую. Она больше 15 лет работает здесь швеей. Поздравляя Ольгу с Курбан-Айтом, мы заметили, что и у ее коллег появилась в глазах радость. Поздравляем ваш канал с десятилетием. Желаем вам счастья огромного. Спасибо большое за вашу благодарность, за что относитесь к таким людям с гостеприимством. Мы очень рады. На 70-й день после Великого Поста приходит светлый, всепромогающий праздник мусульман всего мира – Курбан-Айт. Святое жертвоприношение – это дань уважения к потомкам и вера в благополучие для всех людей. В этот день должны быть чистыми не только руки, но и помыслы, и жертвенные животные. Как того требуют каноны религии, треть мяса идет на благотворительные цели. Тамара Мышинская сама инвалид ухаживает за больными домочадцами. Гости здесь редкость, а как приятно получать подарки. Дай Бог и вам здоровья. И удачи. Здоровья и удачи желали друг другу в этот святой день многие и многие карагандинцы. И маленькая помощь первого карагандинского вплелась в общую заботу о малоимущих семьях. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый карагандинский. Приверемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Далее все самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Найти светлый и красивый бутик – не проблема. Найти просторный офис для бизнеса – не вопрос. Найти большой и надежный склад – нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме «Тумар». Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи-фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом «Тумар» – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу улица Молокова, 108. Добро пожаловать во французскую столовую «Биен-Веню». Сюда можно пригласить коллег для делового разговора или просто пообедать. Здесь можно устроить детские праздники или романтическое свидание. Банкеты и корпоративы до 50 человек. А главное, «Биен-Веню» – это отличный выбор для тех, кто стремится провести свою свадьбу в непринужденной обстановке в кругу близких людей. Французская столовая «Биен-Веню». Атмосфера Парижа в центре города. Проспект Нуркена, Абдирова, 9, телефон 909-909. В Свято-Веденский собор привезли фрагмент креста, на котором был распят Иисус. Святыня пробыла в Караганде сутки. За это время поклониться древу пришли больше 15 тысяч прихожан. Православная святыня помещена под стекло в серебряный ларец. Это 10-сантиметровый кусочек дерева – один из самых больших фрагментов креста, на котором более 2000 лет назад распяли Иисуса. В Караганду реликвию привезли из греческого монастыря Кутлу-Муж, которому и принадлежит часть древа. Ну и с другой стороны, сам крест Господень для нас есть свидетельство того, что это события действительно были, не есть некий вымысел, как некоторые люди считают, что Иисус Христа не было мифологической личности, вроде каких-то легендарных Гераклов и им подобных. Кто даже если верит, что он и был, то он не был распят, не претерпел эту позорную смерть. Поэтому для нас этот крест, наличие в нашем городе, еще раз дополнительное подтверждение истинности слов, сказанных в Евангелии и того предания, которое до нас донесла Православная Церковь. Поклониться животворящему кресту пришли тысячи верующих. Собор принимал прихожан круглосуточно. Очередь из желающих приложиться к святыне выстроилась до самых ворот храма. Такое облегчение на душе, свобода какая-то. Вот то, что задумала, понимаете, я считаю, что все будет исполнено. Мы христиане, это радость. Понимаете, люди едят далеко в Иерусалим для того, чтобы приложиться к святыне. А тут нам сюда привезли, это большой праздник. Почаще бы привозили сюда, это просто, я не знаю, какая благодать, столько народу. До Казахстана древо вывозилось только в Россию. После Караганды реликвия отправится в столицу. Лишь потом, на место своего пребывания, полуостров Афон. Ирина Камышов, Жасулана Мандыков, Марат Култенов. Первый Карагандинский. Для судебных исполнителей провели экскурсию в тюрьму. Таким образом, в департаменте по исполнению судебных актов борются с коррупцией. 15 судоисполнителям показали, в каких условиях содержатся заключенные. Служители закона смогли увидеть, куда им предстоит попасть в случае совершения коррупционного преступления. Организатором экскурсии, вместо не столь отдаленной, стала служба собственной безопасности департамента по исполнению судебных актов области. Главная цель – предупреждение профилактика коррупционных правонарушений судебными исполнителями. Как оказалось, что ранее для сотрудников ведомства уже устраивали ознакомливающие поездки по исправительным учреждениям региона. Это лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому совместно с департаментом уголовно-исполнительной системой по коррупционным областям мы проводим коллективные посещения судебными исполнителями, следственных изоляторов. Свыше 28 килограммов марихуаны изъяли сотрудники областного управления по борьбе с наркобизнесом у 31-летнего жителя Нуринского района. 10 октября в ходе оперативных мероприятий у одного из домов по улице Иржанова была остановлена иномарка. При досмотре автомобиля, управлял которым житель поселка Киевка, в салоне была обнаружена большая клетчатая сумка с марихуаной, причем в особо крупных размерах – свыше 28 килограммов. Отметим, что примерная цена этого наркотического вещества, изъятого у сбытчика, на черном рынке составляет порядка 5000 долларов. Мужчина был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Между тем, в одном из ночных клубов Караганды активно боролись с наркотиками. На днях сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом нагрянули увеселительное заведение, где провели профилактическое мероприятие. В конкурсах под девизом «Скажи наркотикам нет» участвовали посетители ночного клуба. Победителям в качестве поощрительных призов были розданы футболки и бейсболки со слоганами антинаркотического содержания. Подобные акции, уверены сотрудники ведомства, должны выработать стойкий иммунитет неприятия наркотических средств в молодежной среде. Кроме того, мероприятие является пропагандой здорового образа жизни. Данные мероприятия проводятся не только в ночных клубах, увеселительных заведениях, а также проводятся в учебных заведениях области среди учащихся средних школ, вузов, с той же целью, чтобы создать антинаркотический иммунитет у нашей молодежи. В Караганде может появиться школа полицейских. Эту идею выдвинули на общественном совете сотрудники Департамента внутренних дел. Инициативу единогласно поддержали. Этот вопрос поднимали уже давно. Стражи порядка сами отмечают. База подготовки полицейских на сегодняшний день находится не на самом высоком уровне, потому необходимо создать специальную школу, которая позволит готовить и выпускать лучшие кадры защитников правопорядка. Правда, для этого нужно хорошее финансирование. Без него воплотить идею в жизнь невозможно, отмечают в правоохранительных органах. И на сегодня существующая подготовка среднего звена полицейских трехмесячной, она недостаточная. Если будет квалифицированная специальная подготовка на уровне средней школы и дальше, мы от этого все только выиграем. Ну а что касается инициативы, надо выходить на уровень Министерства внутренних дел, надо выходить на уровень Министерства образования и науки, потому что вопрос непростой. Вопрос зданий, вопрос сооружений, вопрос финансирования, вопрос специальной программы для будущих полицейских. Я только приветствую. Обеими руками за. 50-летие отметил Карагандинский государственный индустриальный университет. Поздравить ВУЗ с юбилеем приехали не только почетные гости, но и бывшие выпускники учебного заведения Тимиртау. Подробнее в следующем сюжете. Мы гордимся, что глава государства получил высшее образование именно в этом ВУЗе. И в то же время осознаем, что это налагает большую ответственность на профессорско-преподавательский коллектив университета за подготовку кадров для металлургической отрасли промышленности. Карагандинский государственный индустриальный университет был основан в 1963 году. За 50 лет своего существования из его стен вышли более 20 тысяч металлургов. Руководство высшего учебного заведения гордится выпускниками, ведь многих из них страна знает в лицо. Наш университет закончил президент Республики Казахстан Нурсултан Алишевич Назарбаев. Мы очень горды этим. Также плеяда наших выпускников – это известные государственные и общественные деятели как Республики Казахстан, так и других стран. Поэтому у нас сегодня очень знаменательная дата. Среди почетных гостей – Олег Сосковец, сокурсник главы государства, когда-то министр промышленности Республики Казахстан, ныне координатор Совета по промышленной политике и предпринимательству при правительстве Российской Федерации. Он окончил этот университет еще 40 лет назад. Людям, которые были у истоков наших знаний, тем преподавателям, которые дали нам эти знания, знания людям, что такое молодые студенты, практически все несостоявшиеся люди после окончания школы, порой не знающие, чем будут заниматься после окончания института. И вот в эти головы надо было вложить знания, которые позволили потом дальше выбирать самостоятельную дорогу в жизни. Свой юбилей вуз отметил с размахом. В этот вечер были сказаны самые теплые слова преподавателям. Вручены памятные подарки. Амина Смакова, Габиденко, Рыжпеков, Марат Путенов, Первый Карагандинский. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. На этом у меня все. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского – 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Саублумбер. Редактор субтитров А.Семкин